Всем привет! Данный видеообзор подготовлен специально по заказу рыболовного интернет-магазина fmagazin.ru На обзоре VIP от производителя Alvega, называется он Stalker. Выпускается в трёх размерах 73, 80 и 93 мм и по развесовкам 17, 23 и 28 грамм. На обзоре представлен самый крупный VIP 93 мм 28 грамм, что естественно, так как в основном я использую тяжёлые большие VIP для того, чтобы пробивать существенные глубины. Представляете, такой вот простенький довольно-таки упаковочке, зелёно-оранжевый стиль, есть название приманки, размер, в принципе, по крайней мере я даже не вижу, чтобы здесь где-то была указана развесовка. Ну не особо информативная. Есть штрих-код, сзади очень странная информация, кстати, вот вес 28 грамм. Данную приманку обзываю здесь и ратлином, и вибом, и воблером. Всё в кучу. Три разных приманки перед нами. Но вообще это VIP, который будет привлекать хищника непосредственно своими вибрациями во время проводки. Это крупная приманка, созданная для ловли на больших глубинах, для ловли довольно-таки уже крупных представителей щуки, судака, берша. Взял в такой вот расцветке, но брал я это по сути вслепую, так как этот VIP на сайте уже представлен довольно-таки продолжительное время, но расцветок половина не указана. Данная расцветка номер 2 была с фотографией, поэтому в принципе думал, что это самое может быть яркое из всех представленных. Но расцветок там показано только 5 штук, а на сайте их представлено 13, поэтому здесь небольшая недоработка. Может, когда смотрите в этот обзор, все расцветки уже появятся, но на данный момент выбрать тяжело. Непонятно, где натуралка, где кислота, но вообще, в принципе, расцветки у них очень интересные. Особенность этого вибра, что он мягкий, он прорезиненный, то есть это сделано для того, чтобы он был почти полностью абсолютно бесшумный во время подбросов, во время потяжек. Крючки не так сильно бьются о корпус приманки, как у железных видов, как у пластиковых. И это сделано для ловли таких сверхосторожных пассивных хищников. Но, в принципе, шум все равно присутствует. Внутри, естественно, нет никаких шумовых камер, ничего подобного. Идет свинцовая нагрузка, причем она идет на больше половины тела приманка, а здесь еще стальной каркас, который, в принципе, не будет давать воблеру никак сминаться. Как я уже сказал, такая вот у меня интересная расцветка. Red Hat, белое тело, красная привлекательная голова. Я думаю, что это очень такая яркая провоцирующая расцветка. Судаку должна понравиться. По внешнему виду такая уже подросшая довольно-таки рыбешка. Есть стабилизационные плавнички, как сверху приманки, так и снизу. Они позволяют воблеру не заваливаться, но и плюс добавляют такой схожести с настоящей живой рыбкой. И есть детализация жаберной крышки, вклеенный 3D-глаз с очень интересным зрачком, который смотрит вниз. В принципе, приманка выглядит очень и очень живо. Сверху имеется крепежная петелька, которая дополнительно оснащена надежным заводным колечком. Но, как по мне, данное заводное колечко здесь, в принципе, не нужно. Ну и на таких же заводных кольцах крепятся массивные острые тройнички с широким подделом, с большой бородкой. Эти тройники вам будут отлично помогать в засекании, как судака, как щуки. Будут отлично пробивать судачью пасть. Тройники здесь поставили очень-очень неплохие. Информации по ним я, к сожалению, не вижу. Но тройнички, поверьте на слово, здесь очень-очень качественная замена им не нужна. Вообще, хочется сказать, что по вполне доступной цене вы можете получить отличную приманку. Поэтому обратите внимание свое на VIP от производства Allvega. Называется Stalker. Ну, а на этом мой обзор подошел к концу. Всем спасибо за внимание. Пока!